Доброе утро! Мы находимся с вами на базе Горгут, в поселке Максимеха. Отличная база, скажу я вам. Дикоустроенная, комфортабельная. Понимаете? В общем, может быть, это норма. Наверное, скорее, это норма. Но у меня вызывает восхищение. Но наличие туалета в здании, что не надо ходить в туалет, типа сортир, на улице. Как это было позапрошлом году, когда мы ездили в Гремячинск. Так, эта база называется Баргут. Очень рекомендуем. Может быть, там, может быть, размещу телефоны. Рекламный щит. Фотографирую вам. Вот. Вчера вечером поздно мы приехали. Нас при этом накормили ужином. Наверное, и обедом, потому что и суп подали, и второе. Ну, естественно, я не смогла одолеть, потому что за лето, за жаркую погоду, я научилась уже обходиться меняем еды. Так, посмотрите, какое огромное чистотелище здесь растет. Какие огромные цветки. Так. Отъехали мы сюда всей семьей. В смысле, мои сыновья за несением. Вот. И отлично отдыхаем. Вчера вечером также посидели. Был вечер знакомства, так сказать. А, да. Сын приехал со своей компанией. То есть это у них корпоративная жизнь. А Арслан, второй сын, он с ними сотрудничает, поэтому тоже приехал. Вот. Ну, правда, сотрудникам выезд за счет фирмы, а не сотрудникам выслуживаются. Ну, естественно, для меня заплатился. Так, давайте покажу этот турник. Как здесь все красиво. Что-то, наверное, выслуживаю. Как здесь все с любовью сделано. Ура, ура, нам вернули нашу коляску. Отличная, наикрутейшая коляска. Трехколесная, маневренная. Такие славные цветочки здесь высажены. Красивые. А вот эта вот клумба здесь организована. Посмотрите, вот она. Березовыми коленями. Здесь почти что дикоросы. Как бы. Устрики всякие злаки. Вот эта вот красивая трава. Не знаю, как называется. Тесочница. Вот для детей здесь тоже все. Все устроено. Вот это столовая. Смотрите, дровница. Печь для шашлыка. Красота. Это что, баня. Ой, я спрашивала насчет бани. Ой, музыка. Я совершенно не обращаю внимания на музыку, ведь придется, наверное, заглушать. Ну, давайте. Какая красота. Все так классно. Машина, правда, за забором у нас. Ой, ну какие эти цветочные катки. Клевые. И везде чистотел. Красота. Море вот там. Сейчас мы поедем к морю. Сказали, пять минут ходьбы. Видимо, сквозь этот густой лес можно пройти. Вот детское место. Для игры. Но рано тут уже поиграло. Очень мне нравятся вот эти вот, да? Из поддонов сделанные. Сиденья. Красотища. Сто. Они не стали сидеть на улице. Мы живем на первом. Все наши остальные сотрудники. На втором. Вот так. Так, что я вам сейчас покажу, как номер организована. Все из таких грёвен, бруса сложено. Так, ну здесь вот, смотрите, четыре номера. Вот он, туалет. Вода, правда, холодная. Ну, если бы еще плывали горячие, подойдет совсем чересчур люксово. Коль, там двуковая кровать, оказывается, есть. А у нас не такая. У нас шестиместный номер. Все тут дерево. А, надо было в туалет в кабину заглянуть. Там так приятно. Все вагонкой. Лаковая бита. Такая умная камера. Нет, чтобы улыбнуться. Смотрите, все очень прилично. И на унитаз можно садиться. Это для меня вообще сказка. Обычно зависаешь над этим холодным унитазом. Так, идем к морю. Нашла на нападе муравьи. Не, не кусать? Давай, может, я порулю? Да, кстати, я тоже могу порулить. Серьезно, что ли? Нет, на ощупь не кусать. Кто у нас? А, тебя не кусают. А там коляска пройдет? Дай опытным колясководам. Я вам неправильно показывала море. Море в противоположную сторону. Но мы приехали вечером, поэтому я и не помню. Вчера все время хочет завалиться нам. Да. И зашла дезориентация. Это так кажется. Ага. А и она может, кстати, завалиться. Видите, надо было в закрытой обуви идти. Давай не будем без этого. Давай не будем без этого. Не будем без этого. Надо ему быть в разах, чтобы он не расслаблялся. Он там голый спит. Опять? Он любит голый. Побыть, побыть. Видите, здесь сплошные базы. Я думаю, что этот домик баня. Вот такие заборы. У нас везде такие. У нас такие заборы, это норма. Ну, имеется в виду высокие и сплошные. Потому что папа, когда сюда приехал первый раз, он говорит, у нас, говорит, таких заборов, как у вас, не строят. То есть у вас все вот так отгородится от всех. Вау! Там постепенно учишься перераспределять тяжесть. Ну, да, да, она такая. И конь же не берет. Но опасно. Ну, да, она такая. Ну, потом, когда привыкаешь, ты уже к той не можешь переключить. Перераспределять, наоборот. Ехать вперед до ума, да? Кстати, да. На ребенка, нет, на ребенка, смотрите. Пошла, возьму, пробленье. А он тоже не мой, какой красивый цветочек. Я имею в виду вот эту вот труссель. Ими украшать букеты. Какая красота. Если попадется папоротник. Ну, папоротники, видите, в таких местах не водятся. Они так в глубине леса, подальше от людей. Это крапива или конопля? Такое кустище с человека роста. Офигеть. Мамусю идем. Такая красота. У Нарыны тут полно подружек. Да, она хочет зайти в воду, но не намокнуть. Ага. Папограммируйте нас. Ага. Сейчас. Зачем, ну зачем, зачем ты? Боря, куда ты мне плывешь? Ну все, мы искупались, идем. Я не стала оставлять на берегу бабки. Взяла с собой мусор. Здрасте. Мы Аскар нашли. Все помашите. Привет, привет. Давай, шапчу. Что, пойдем? Что его сдувать? Ну все. Не, в смысле? Остаешь, что я оставил? Сына. 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 Да не, дай руку. Ну вот, если бы не засмеялись, она поможет подать. Пару, да? Да не так. Просто парламент. Все, все, забираем его. Да нет, там что-то интересное. Ну ладно, что, не купался, да? Сейчас, дорогие друзья, третий день отдыха. Какое изображение. Да, интересно. Смартфон пишет. У моего сына смартфон Acer. Вот. 8 мегапикселей. Не знаю, какая задняя или передняя камера. Сказала 8 мегапикселей. Наверное, туда и туда одинаково. Вот. Что я хочу еще отметить. Здесь замечательно, замечательно кормят. Прям вот по-домашнему. И вот, и на убой. Очень большие порции. И так заботливо вот сама хозяйка. Персонально каждую тарелку тебе преподносит. И все время интересуется. Не нужно ли чего. Есть ли молоко. В общем, очень здорово. Прям я себя так горкой чувствую. И, с одной стороны, я очень рада, что я здесь. Что мне здесь отдыхать не две недели, не недели. Не три недели. В общем, мне целый сезон. Всего лишь уикенд. Потому что неизменно где-то на четвертый день ты уже привыкаешь к таким порциям. Запросто их поглощаешь. Ну, это я по опыту предыдущих лет знаю. А потом у тебя еще остается место, чтобы что-нибудь так между приемами пищи пожелать. Утро. Утро. Люди еще спят. Никого нет. Вот такой лес. Густой. Как видите, тут у нас трудовой десант. Везде наводится порядок, вытирается пир. В этом секрет такой чистоты. Чистота вообще на высоте. В этом поведении у каждого члена семьи свои обязанности. Ну, поскольку это семейное предприятие. Я так полагаю. Ну, посыльный байкан. Все время посыльный байкан. Субботой, наверное, оправдался. По ночам даже до 9 градусов. Ну, в общем, смотрите. Воскресенье распогодилось. А мы идем на пляж. Мы, когда выходили из дома, еще не было солнца. И мы не взяли с собой. Так, ну вот мы наконец пришли к морю. Смотрите, какая красота. Погода вот такая. А море вот такое. Ты бы думал, что когда зайдешь, потом уже вода почти теплая. Длина, я пластминую, да? Да? А? Чисто так легко оделся тогда. Моря! 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 Отпил меня! Ты помнишь, как мы тут в волнах? Смотри, та же фигня плавает, да? Прибое вот эта тема. Да. В прошлом году была эта самая. Наши семь эту тему поднимали о том, что что-то изменилось в ВК системе Байкала. Появилась вот эта тема. Ее какое-то название, от чего она появилась, не понятно. Что-то нарушилось. Раньше этого не было. Я тут такое с прошлого года не ожидала. Возможно, это было просто. Наша бабушка купается. О, что-то такой. Малая бабушка. Эй! Эй! в воскресенье, вторая половина дня, готовят шашлык, дети играют, взрослые в облеклись в дарт. Так, 6 часов вечера, а мы ещё жарим шашлык. Шашлык готов? Нет ещё, да? Да, там ещё чуть-чуть осталось. А, ясно. Так, ну всё, мы уезжаем, прощаюсь с Максимиха, складываем вещи. Всем пока, до встречи в следующем видео. Горячий привет с холодного Байкала. Не, Байкал, кстати, стёплый.